За два года работы мониторинговых групп на заседание комиссии были приглашены представители более 800 хозяйствующих субъектов. Сегодня к ответу призвали очередных нарушителей трудового законодательства. Среди них работники торговли, коммунального хозяйства, курортной, строительной и транспортной отраслей. Претензии у руководства города все те же – отсутствие трудовых договоров. Причины работы в тени у бизнесменов от заседания к заседанию тоже не меняются. У одних на момент проверки работали стажеры, у других – семейный бизнес. Но трудовое законодательство, подчеркивает вице-мэр Ирина Романец, таких вариаций не предусматривает. Нам начинают рассказывать, да нет, я работал, я просто отошел в аптеку или отошел куда-то. Отошли, закрыли свое предприятие и никто не имеет права стоять ни пять минут, ни десять минут, ни три часа, ни два дня вас замещая. Нам надо, чтобы каждый человек, который утром просыпается в городе Сочи, пьет кофе и идет на работу, обязательно был трудоустроен. И у него обязательно должно быть защищено его завтра. И когда он станет пенсионером, у него вовремя должны быть оплачены все социальные выплаты, которые должен за него платить работодатель. Самое большое количество нарушителей в потребительской сфере на этот раз выявлено в Лазаревском районе. Десятки неоформленных работников наняты и на предприятии торговли в центре курорта. Участие в совещании принял главный государственный инспектор труда Краснодарского края. Всем приглашенным на заседание он вручил уведомление о нарушении трудового законодательства, на основании которого предприниматели будут оштрафованы. Напомню, за каждого неоформленного сотрудника владелец предприятия заплатит до 100 тысяч рублей.